Здравствуйте! Недавно на сайте нашей телекомпании под видеоархивами программы «По сути» телезрительница оставила комментарий. Судя по объему сообщения, это была не просьба, а крика помощи. Если коротко, то Ольга из поселка Пионерский, что в советском районе, просит нас разобраться в проблеме. У нее дочь инвалид. Девочку каждый день нужно возить в больницу на уколы. И каждый раз перед процедурами им приходится преодолевать полосу препятствий. Цитирую. «Мне необходимо пройти огромные преграды в виде луж, огромных либо лестниц, где нет пандуса. Спасибо, Ольга, что написали. На сигналы наших зрителей мы не можем не реагировать. Мы работаем для вас. Не зря мы каждую программу просим вас быть активнее и писать о том, что вас волнует и беспокоит. Только на будущее. Оставляйте свои контакты». И вот после этого письма мы решили сами лично изучить, посмотреть и проверить, как на самом деле в нашем округе обстоят дела с доступностью в больницах, магазинах, банках, кинотеатрах и так далее. Везде ли комфортно жить в Югре людям с дополнительными потребностями? И есть ли преграды на пути к безбарьерной среде? И есть ли преграды на пути к безбарьерной среде? Хоть Ольга и не оставила нам своего телефона, и сама не перезвонила, мы её отыскали. Наши коллеги согласились пройти по ежедневному маршруту мамы особенного ребёнка. Пять раз в неделю, то есть 20 раз в месяц эта хрупкая девушка везёт свою 14-летнюю дочь на процедуры из дома в больницу. Путь не близкий, да ещё ухабы, ямы, лужи, бордюры, шлагбаумы. Всё, пушите назад, пока лужи не высохнет, я здесь не пройду. Ещё много где ни наша героиня с дочкой-инвалидом, ни пенсионеры, ни мамочки с малышами в колясках пройти не могут. Размеры тротуаров и различные съезды не приспособлены для них. Почему я должна ходить обивать пороги? Это должно быть в принципе сделано, потому что мы не одни такие здесь. Есть бабушки, которые в пять раз шире моей дочери, и коляски, соответственно, больше. Как они проезжают, я не знаю. Администрация посёлка и не подозревала, что на них может пожаловаться Ольга Печаткина. Ведь два года назад они дали ей новое социальное жильё. Учли и особенности дочки, поэтому квартиру выделили на первом этаже. Только и в этой, казалось бы, бочке мёда была ложка дёгтя. Для того, чтобы попасть в свой дом, Ольге с ребёнком на коляске нужно преодолеть 10 ступенек. Тут надо смотреть или техническую возможность, или искать варианты обмена. Или искать варианты обмена в те дома, где есть доступность. Встреча ТТТ у жительницы и главы посёлка состоялась. Разговор долго не выстраивался. Так же, как и сплошная прямая до больницы. Найди время прийти ко мне, мы посмотрим твои маршруты. Каким образом, если там наш тротуар и не имеет спуска, мы запланируем эти съезды. Вот прямо, как конкретно для тебя. Потому что асфальта, это миллионы стоит, и их не дадут. А вот там, где, чтобы доступность была тротуаров, да, и дойти вам, например, до больницы. Нерешённым остался вопрос, как передвигаться на территории самой поликлиники. Пандус на крыльце старый, двери тяжёлые, не по силам женщинам, детям и старикам. Лечебное учреждение 2006 года в здании введено в эксплуатацию. Поэтому пандусы, возможно, на данный момент они уже технически устарели. Их нормативная, как сказать, нормативная постройка. Поэтому, если мы в дальнейшем будем финансированы, конечно, мы будем предусматривать тот момент, чтобы его немножко удлинить и сделать его процент наклона соответствующим нынешним нормативам. Кстати, сегодня наша героиня приглашена на встречу со специалистами поселковой администрации. Всего же у нас в округе сейчас проживает 56,5 тысяч людей с инвалидностью. И почти 6 тысяч – это дети. То есть, по сути, это и есть те, кто так нуждается в доступной среде. Но на самом деле низкие пороги, плавные съезды, тактильная плитка и сигнальный светофор нужен не только тем, у кого есть группа инвалидности. Это ведь пожилые дедушки и бабушки, молодые мамочки с младенцами. Сейчас принято называть эту группу маломобильной. Шесть лет назад у нас в стране разработали госпрограмму «Доступная среда». Как раз для всех маломобильных людей. Работает она и у нас в округе. План утвержден аж до 2020 года. Бюджет на 5 лет – более 1 миллиарда рублей. В этом году запланировано почти 330 миллионов. По состоянию на 1 мая текущего года реализация мероприятий программы идет с небольшим опережением утвержденного сетевого графика. У нас при плановом значении 48,2% было достигнуто по 2016 году значение 50,6%. То есть перевополнение. Но это по плану, по отчетам, на бумаге. На деле же даже нашему, процветающему округу, есть над чем работать. Это показывает и национальный рейтинг «Доступная среда в регионах». Югра в списке из 85 позиций заняла 24-е почетное место с показателем 4,6. В целом оценка высокая. Однако расслабляться и почивать на лаврах с профильным чиновникам – ой, как рад. Где-то есть звуковой светофор, но нет тактильной плитки. Соответственно, в этом случае инвалид по зрению не сможет самостоятельно перейти дорогу. Пандусы, к примеру, есть около отделения банка, но отсутствуют возле аптеки. Соответственно, инвалид-колясочник, обналичив в банке свое пособие, не сможет без посторонней помощи купить лекарство. Подтверждают это и обращение инвалидов к уполномоченному по правам человека в Югре Натальи Стрибковой. Огруг у нас достаточно продвинутый, передовой в обеспечении безбарьерной среды. Но, тем не менее, еще очень много вопросов при встречах с общественными организациями возникает по созданию безбарьерной среды. Мы говорим, когда о безбарьерной среде, то надо понимать, что у нас есть лица и с другими проблемами, с ограничениями в здоровье. Это глухие и слабослышащие, это слепые, это лица с психическими отклонениями. Субтитры создавал DimaTorzok при участии общественных организаций инвалидов. Многие общественники теперь присутствуют и при сдаче новых объектов, чтобы сразу оценить доступность. Ставим вопрос о том, чтобы паспортизация объектов проходила с привлечением компетентных специалистов со стороны общественности, чтобы паспорта доступности реально отражали существующие проблемы, чтобы финансирование, которое выделяется в рамках программы «Доступная среда», как муниципальных, так и региональных, все-таки имели эффективность. Но остается еще вопрос. Со зданиями, которым по 20-30 лет они никак не приспособлены. Ведь раньше ни о каких пандусах и речь не шло, не говоря про тактильную плитку, звуковой светофор, кнопку вызова или амбулифты. Что это такое, мы и сейчас-то с трудом ответим. Но не заметить много новых приспособлений для людей с ограничениями здоровья мы не можем. Я думаю, положение инвалидов в нашем округе намного лучше, чем в других территориях. Возле магазина мы побольше сделали. И подъем мы делали не вертикальным по 90 градусов, хотя бы так, чтобы можно было на коляске без трудов подняться. Для инвалидов в городе много хочет делать, а на крайне города, далеко от города. Я имею в виду, вот, поезжайте в другие города, посмотрите, что творится. Ну, пандусы вроде везде есть, ну, а так, стоянки вроде тоже. Это мнение здоровых людей, так сказать, взгляд со стороны. А как на самом деле? Проводим эксперимент. Просим девушку Анастасию, она инвалид на коляске вот уже несколько лет, проверить свой квартал на доступность. Первая преграда началась еще не выезжая из квартиры. Высокие пороги. Дальше тяжелые двери в подъезде. Мы всей съемочной группой пытаемся поднять Настю с коляской. Кстати, девушка бывает на улице в лучшем случае раз в неделю. Выйдя на крыльцо, понимаем, что у пандуса слишком высокий подъем, поэтому ее одну отпустить не можем. Для чистоты эксперимента все-таки отправляем нашу героиню в свободное плавание, но периодически страхуем. Единственный съезд загорожен. Так водитель решил проблему парковки во дворе. Поэтому Настя принимает решение спускаться на задних колесах, что само по себе опасно. Дальше вроде все ровно, без бордюров. Но подъехав к первому зданию, Настя понимает, ей тут делать нечего. Вообще неудобно. В парикмахерскую не попасть. То же самое с продуктовым магазином и аптекой. И хотя у аптеки есть кнопка вызова персонала, для начала Насте нужно каким-то образом заехать на высокий порог. А еще девушку смущает сам процесс таких услуг. Выйдет продавец, и ты должна ему доверить кредитную карту. Вот каждый 80 человек, здравомыслящий, должна доверить твою кредитную карту. Едем и идем дальше. На перекрестке Настя понимает, что высокий бордюр с одной стороны дороги ей не осилить. Выезжает на проезжую часть. По пути торговый центр. Заехать туда можно. Предусмотрен пандус. И даже стоянка для автомобилей инвалидов. А автоматические двери не работают. Благо здесь всегда людно. А автоматические двери не работают. Приходится подъезжать к теме, чтобы открыть самой. Но у меня, допустим, не хватает открыть самой дверь и тут же заехать. Дальше перекресток и кинотеатр. Настя там не была с тех пор, как стала передвигаться на коляске. Самый крупный кинотеатр в Хантамантийске с виду подготовлен к встрече с особенными людьми. По полной. И пандус есть, и кнопка вызова, и мигающее табло. Пытаемся зайти. Пробуем вызвать помощь, но оказывается, кнопка не нажимается. А сам аппарат – бутафория. Позже нас замечает охранник. И ради приличия выходит с отверткой сделать неработающий аппарат. Но больше Настю расстроил не этот факт. Даже если я туда попаду, вовнутрь, допустим, то в кинотеатр мне уже не попасть, потому что он находится на втором этаже. А там ступеньки и лифта нет. Отправляемся дальше. Следующий по прямому маршруту у нас бизнес-центр. Там есть банкомат и два кафе. Но и тут, увы, Настю не ждут. Она этому не удивляется и даже не расстраивается. А наоборот, рада тому, что сегодня хотя бы посмотрела город. У нас небольшой, чистый, облагороженный город. То есть все-таки люди ездят, отживчивые. Наш маршрут по прямой. Обычный и здоровый человек прошел бы за 10 минут. Настя с нашей съемочной группой ехала до конечной точки около часа. Вы все видели. Мы, если признаться, сами были в шоке от того, как какая-нибудь мелочь, которую не заметит обычный человек, может оказаться преградой на пути у людей с ограниченными возможностями. Кстати, по последним данным, планы по госпрограмме «Доступная среда» у нас в Югре обещают выполнить на 100% к 2030 году. И замечая, как много в округе создается специальных устройств, приспособлений, облегчающих жизнь инвалидам, хочется верить, что все задуманное будет реализовано. Самое главное, что мы стали понимать. Проблемы доступности — это не про инвалидов, а про здоровых людей. В очередной раз, по сути, поговорим в следующую среду. Если у вас есть проблемы, которыми вы бы хотели поделиться с нами, пишите и звоните нам. Номер телефона и электронный адрес вы видите сейчас на экране. До встречи.